Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, приветствую всех с колонны. И я не проповедую здесь, но голос сел очень сильно. Прошу ваших молитв о скорейшем выздоровления. Хотя иногда и помолчать надо. Иногда я сегодня так размышлял. Бог так дает время говорить, а иногда дает время молчать. Иногда хорошо помолчать. Но быть с Богом так будет и не. Я даже вспомнил Захарию, отца Иоанна Крестителя, который засомневался в обетованиях Божьих и замолчал. Пока не исполнилось все это. Чтобы он там неправильные вещи не говорил, какие-то сомнения свои. Вот так вот. И спасибо всем огромное за поддержку, участие в моем служении Господу и духовное, молитвенное и финансовое. Слава Богу! Ну вот и из молитвенных нужд это сейчас за восстановление голоса. Потому что запланировано еще. И сегодня служение это одно, а на этих днях много собраний, служение разных, в разных конфессиях, у писятников, баптистов, харизматов, очень разных церквей, собраний. Ну, слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Вот. И благоставляю Коломну Московскую область. Вот здесь будет духовное пробуждение во имя Иисуса. Аллилуйя! Шалом всем! Мир всем! Да, и, кстати, вот как по скриптум, заканчивается уже последние дни месяца Хешман библейского исчисления. Так-то четвертое, сегодня так вот, ноября, но 26 число месяца Хешман. И я на протяжении этого месяца вспоминаю то, что в прошлом году, пять тысяч семьсот семьдесят восьмом году, вот сотворение мира, сейчас пять тысяч семьсот семьдесят девятый, вот, а в прошлом году, именно в этот месяц Хешман было вот это утешение, сильнейшее в моей жизни, откровение, вот, когда во сне Бог проговорил, вот три слова я слышал. Вот одно из них, первое из них, оно вот так прозвучало, тихим голосом таким, прямо во сне, а потом это просто отозвалось уже, когда проснулся. Я люблю тебя всегда, первое слово такое было. Твой небесный пап, папочка. Вот, вначале погромче, а потом вот, как подпись, что ли, вот, как вот звук такой, эхо, не знаю, как назвать это даже. Я люблю тебя всегда, твой небесный папочка, папа. Потом второе слово было такое. Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос. Вот. А третье слово было такое. Я всегда с тобой, Божий Дух Святой. И я проснулся. Засвитло. И записал это все в таком был сильнейшем духовном возбуждении, переживании. И благодарил Бога. Да и сейчас год прошел, я просто благодарен Богу за Его утешение, за Его Рему эту, Его Слово, которое животворит, которое вдохновляет, которое благоставляет, укрепляет, мечом является. О, спасибо тебе, Господь. И ранами твоими я исцелен, и голос твой также. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Аминь. Благословляю вас всех во имя Иисуса Христа. Шалом Бирсе.